Всем привет! Вы на канале Тактик Медиа, с вами Архивная Революция, я Михаил Тимин. И сегодня у нас в гостях военный историк Игорь Юрьевич Движков. Игорь Юрьевич, приветствую! Здравствуйте! Игорь Юрьевич, 10 июля продолжается у нас. Да, мы продолжаем наш рассказ о событиях 10 июля. И сегодня мы поговорим о том, что происходило на фронте 11-го танкового корпуса. Начнем мы с того, что, скажем, что на пятый день операции, 10 июля, Лизюков не стал отдавать какого-либо нового боевого приказа по армии, поскольку ни один из его предыдущих приказов не был выполнен, и задачи армии оставались прежними. Он посчитал в этой обстановке, что не было большого смысла отдавать новый приказ. Надо было выполнять прежний. Впервые за все дни операции в бой должны были пойти все три корпуса армии. И каждый из этих командиров корпусов имел свою собственную задачу, от выполнения которой мог зависеть успех всей армии. К 10 июля полоса наступления пятой танковой армии расширилась до 40 километров. И вот если бы хотя бы один из танковых корпусов мог совершить прорыв, то растянутый фронт оборону противника мог бы наконец рухнуть. И тогда армия смогла бы все-таки выполнить поставленную задачу, а напомню, этой задачей было выйти к Донским переправам, создать угрозу всей воронежской группировке противника. Но для того, чтобы выполнить эту задачу, надо было сначала как-то пробить фронт обороны по Сухой Верейке. Надо было во что бы то ни стало пробить брешь с тем, чтобы войти в прорыв. Пробить эту оборону на Сухой Верейке становилось теперь наиглавнейшей задачей момента. Напомним про диспозицию армии. На крайнем правом фланге Елизяков поставил в оборону 340-ю стрелковую дивизию. Она заняла фронт на участке от Новосильского до 2-х Тербунов. Это решение Лизякова использовать 340-ю стрелковую дивизию в обороне было опять же связано с тем, что он стремился прикрыть правый фланг 11-го танкового корпуса. Так как в результате выдвижения танковых бригад этого корпуса к Сухой Верейке рубеж по Кобыле и Снове оказался даже не на фланге, а в тылу корпуса. И опять мы говорим о том, что вот эта угроза удара противника с Юго-Запада, о которой в сводках Брянского фронта было еще сказано 3-4 июля, вынуждала Лизякова постоянно отвлекать свое внимание на это направление, которое по-прежнему как бы считалось угрожающим. Немецкие танки здесь ни разу так и не появились. Но из-за хронического отсутствия разведданных это направление по-прежнему считалось угрожающим. И Лизяков держал там свою единственную стрелковую дивизию. По сути дела боев она не вела. Она стояла в глухой обороне, ну там были какие-то перестрелки, и она одержала фронт. Решающим участком становился участок 11-го танкового корпуса. Боевые действия этого корпуса начались еще ночью, когда передовой отряд от 59-й танковой бригады в составе 8 Матиль 5 Т-60 вместе с красноармейцами из мотострелкового батальона после полуночи выступил на юг из района рощи высоты 218-7. Задачу передового отряда входило захватить деревню Ильиновку, организовать там переправу и затем идти на Малопокровку и Малую Верейку с тем, чтобы предварять наступление главных сил бригады и самого корпуса. Приказ Лизюкова о том, чтобы обойти Сухую Верейку с запада был получен Мальцевым уже ближе к исходу дня 9 июля. А мы говорили о многочасовых опозданиях, пока эти записки доставлялись. И уже организовать этот обход ночью Мальцев, новый командир 11-го танкового корпуса, не успевал. Наступление в обход Сухой Верейки с запада 9 июля так и не началось. И только с наступлением темноты и ухода с поля боя вражеской авиации в бригадах развернулась подготовка к этому бою. В ночь на 10 июля Мальцев оказался в весьма непростом положении. Он должен был принимать непростое решение. Дело в том, что приказ Лизюкова был получен с опозданием. Выполнять 9 июля его не удалось, но он оставался в силе. И Мальцев ни на минуту не забывал, что приказ Лизюкова требовал действовать и ночью. Не забудем, не прошло и суток, как был расстрелян начальник оперодела 11-го танкового корпуса подполковника Лебалов именно за то, что он сказал ночью не наступать, а наступать с рассветом. И Мальцев этого, конечно же, ни на секунду не забывал. Но он не решился ночью направить корпус в дальний обход с запада по незнакомой местности. Опыт показал, что даже опыт предыдущей ночи показал, что командиры танковых бригад на незнакомой местности ночью чувствуют себя весьма-весьма неуверенно. Они не знают окружающей местности. И вместо этого Мальцев решил повторить попытку пробиться к Малой Верейке-Землянску по кратчайшему пути через Сухую Верейку. Но замысел его боя состоял в том, чтобы попробовать захватить переправу ночью, чтобы утром бригады корпуса уже оказались на южном берегу и повели оттуда наступление. В этом был еще очень важный и другой аспект. Мальцев прекрасно понимал, что ночью не будет летать вражеская авиация. И попробовать захватить переправу в ночных условиях, наверное, будет все-таки легче. То есть, когда вражеская авиация уходит с поля боя и войска на фронте получают определенную ночную передышку, надо попытаться захватить переправу. И Мальцев, видимо, уже не слишком надеялся на поддержку своей собственной авиации с тем, чтобы строить планы с утра попробовать захватывать переправу. И это решение было принято, и в 0 часов 30 минут 10 июля передовой отряд корпуса отправляется, и подходит он к северной окраине Ильиновки. И сразу же он встречен был огнем противника. Но под прикрытием собственного огня танков, пехоты МСПБ быстро атакуют деревню, и на улицах Ильиновка делится на южную и северную части. И вот в северной части завязывается ближний бой. В результате автоматчики противника его не принимают и отходят, отскакивают на южную сторону деревни. Наши бойцы выбивают пехоту противника из северной части Ильиновки и подходят к реке. Но проблема была в том, что откатившись из северной части Ильиновки, немецкая пехота, ну автоматчики, закрепляются на южной стороне, и уже там переходят к жесткой обороне и не дают захватить южный берег. А танки не могут переправиться, опять же, через оболочную речку без переправы. А переправы построить мешает огонь противника. Опять получается вот такой заколдованный круг, когда вот танки должны поддерживать пехоту, но не могут переправиться. И без поддержки танков мотострелки останавливаются. В 4 утра уже на рассвете в атаку на Ильиновку переходит уже 160-я танковая бригада. И сразу она встречается артиллерийским огнем еще на подходе. Танки и МСПБ опять же подходят к северной окраине, и вместе с передовым отрядом 59-й танковые бригады продолжают вести бой. Но вскоре это наступление заглохло, над полем боя опять появляется вражеская авиация, наступает день, идет перестрелка на продвижение вперед, нет. 53-я танковая бригада в это время переходит на наступление восточнее Ильиновки, и ведет бой за деревню Спасское. И донесения от нее Мальцеву еще с утра не поступает. Сам Мальцев рано утром 10 июля приезжает на передовой наблюдательный пункт корпуса в лесу, что южнее высоты 218-7. Здесь он собирает на совещание командиров 12-й мотострелковой бригады, 59-й и 160-й танковых бригад, и лично ставит им задачу на наступление. И вот, судя из документов, разговор нового командующего командира корпуса с подчиненными в то утро был весьма и весьма напряженным. Мальцев требовал от них любой ценой продвигаться вперед и не считаться ни с какими трудностями и потерями. Он не желал слушать каких-либо оправданий о каком-то огне, о бомбежках, потому что на него самого давил так и невыполненный приказ до сих пор Лизюкову прорваться к Дону, захватить Землянск. Но, в частности, журнал боевых действий корпуса сообщает нам, командарм 5-й танковой армии категорически требовал продвижения вперед. И, похоже, в то утро полковник Мальцев начинал терять терпение. Видя, что наступление заглохло, и бригада опять топчется на месте и завязли в боях, он принимает решение снять с фронта под Ивановкой два батальона 12-й мотострелковой бригады и с помощью того, что он усилит этой пехоты и танковой бригады все-таки попытаться прорваться через Сухую Верейку. Он отдает этот приказ подполковнику Калашникову, который присутствует в этом лесу на совещании. Этот приказ Калашников должен был выполнить как можно скорее, оставив только один стрелковый батальон в Ивановке и быстро перебросить два других к Сухой Верейке. Но вдруг подполковник Калашников стал возражать. Он знал, что положение под Ивановкой таково, что бригада его не только не может продвинуться вперед, но с трудом, собственно говоря, удерживает сам занятый рубеж. И разговор Мальцева с Калашниковым быстро перешел на повышенные тонны взаимной упреки. Мальцев обвиняет командира 12-й мотострелковой бригады в бездействии и безволии и в категорической форме требует от него выполнить полученный приказ немедленно переступить к переброске батальонов к месту боя танковых бригад. Но Калашников отказывается выполнять этот приказ и мотивирует это тем, что он не имеет связи с батальонами и не сумеет в срок выполнить полученное распоряжение. И вот после этого Мальцев грозит Калашникову отстранить его от должности. И все это происходит в присутствии других командиров, которые становятся свидетелями такого разговора напряженного, когда разговор идет на повышенных тонах с упреками. И в книге я написал «Грозный признак неудачи все явственнее проступал не только в безуспешных боях корпуса, но и в начальственной чехарде громогласных смещений и спешных назначений, в разносе подчиненных, крики и угрозах. Они сопровождали первую боевую операцию 11-го танкового корпуса чуть ли не с самого ее начала, но так и не приводили к успеху. Корпус по-прежнему топтался на месте, теперь уже и с новым командиром». Вообще, с точки зрения субординации, конечно, пререкание с командиром совершенно недопустимо. И вот этот разговор, который произошел, был, ну, наверное, дико было слышать, как подчиненные начинают возражать, говорят, я не успею, я не могу и так далее. И вот в свете вот этих развернувшихся событий, а самым главным образом в свете последующих событий, здесь, уважаемые друзья, нам не обойтись без разговора о личности командира 12-й мотострелковой бригады, которому вот полковник Мальцев приказывал во что бы то ни стало выполнить поставленную задачу. За месяц до начала операции Василию Леонтьевичу Калашникову исполнился 41 год. Он хоть и служил в составе танковой армии, но не имел к танкам, собственно говоря, кроме подчиненности, никакого отношения. Вся его предыдущая служба была связана исключительно только с пехотой. Он был призван в Красной армии еще в гражданскую войну, но в мае 20-го года это произошло, и он, собственно говоря, не успел принять участие в каких-то ее значимых сражениях. Но принимал он участие в различных походах по подавлению разных там бандитских формирований. Участвовал он в составе регулярных частей Красной армии в Кубанской области по давлению восстания, потом воюет там с бандой Беззубова, участвует в разоружении Чечни, потом разоружает Дагестан. То есть вот такую службу он знал в своей жизни. Приходилось, конечно, ему и под пулями лежать, но, так сказать, обошлось, ранение и контузии в этих боях он не получил. После вот этой гражданской, ну, после подавления разоружения, после гражданской войны он остается на Кавказе и в 1927 году заканчивает Владикавказскую пехотную школу. И вот на долгие годы эта кратковременная учеба, в общем-то, так и осталась единственным его военным образованием. Но потом как-то так получилось, что такую пехотную школу-то и за образование считать особенно перестали. В 1928 году он вступает в партию. Но вот с начала 30-х годов по партийной линии у него начались неприятности. И вот, судя по документам, я так прихожу к выводу, что Калашников, наверное, разочаровался в военной службе и захотел оттуда уйти. Он получает строгий выговор в 1928 году за, как написано, демобилизующее настроение. Затем он решает вообще уйти из армии. Ну, вот не лежит душа к военной службе, но бывают такие ситуации. И подает командованию рапорт об увольнении. Но едва он этот рапорт подает, как тут же получает второй строгий выговор по партийной линии за подачу рапорта об увольнении. То есть, не смей и думать об уходе из армии. Ну, вот казалось бы... Что-то у них конфликт, видимо, там был. Возможно, был конфликт. Он не хотел служить. И Калашников, видимо, понял, что по-хорошему ему уйти не удастся. Хода назад нет. И хочешь, не хочешь, а вот армейскую лямку придется ему тянуть всю жизнь. И вот эти два строгих выговора в 1931 году отпортили его партийную служебную характеристику. Но в 1933 году он уже третий выговор получает. И в этот раз выговор был за оппортунизм на практике. Теперь, конечно, трудно понять, что означает этот выговор с такой формулировкой. Ну, казалось бы, вот такой вот, можно сказать, оппозиционер, да еще и, так сказать, открыто не желающий служить в армии. Ну, ему разве нужно оставаться там? Однако вот его берегли, перевоспитывали, так сказать, берегли кадры. Ну, вот что еще можно сделать, чтобы показать, что не лежит душа к военной службе? И в 1935 году Калашников теряет святая святых, свой партбилет. И опять отделывается он строгим выговором по партийной линии. Вот его четыре выговора уже. И более того, в его партхарактеристики и так были несмываемые пятна. То есть, отец жены у него лишался избирательных прав. Брат жены вообще у белых служил, был убит в гражданскую войну. Но вот Калашникова не увольняют, оставляют в армии, перевоспитывают его. И вот он с этим смирился. Ну, а потом наступили такие времена, когда за подобные выговоры можно было и дорого заплатить. Правда, к 1935 году он постарался снять с себя большинство из этих выговоров. И вот из четырех взысканий ему простили первые три. И в мае 1937 года он стал незаметным преподавателем в Ростове на курсах усовершенствования какого-то состава. Массовые репрессии обошли его стороной. Он, видимо, понял, что больше не стоит ему, так сказать, испытывать судьбу. Служил он тихо, нареканий больше не имел. И в 1938 году, в самый разгар арестов, он получает звание капитана и награду, юбилейную медаль, 20 лет рабочей крестьянской Красной Армии. В феврале 1940 года он переходит служить в строевые части Северо-Кавказского военного округа. А в 1941 году становится командиром батальона. Получает звание майора. К началу войны он уже отслужил 21 год. Бывал он в походах эпохи Гражданской войны. Имел определенный, конечно, практический опыт руководства. Но вот теоретических знаний образования имел совершенно недостаточно. И вот его по служном списке в графе образования однозначно значится «не имеет», «не имеет», «не имеет». Война его заставят в Закавказском военном округе. Но уже с 5 июля он приезжает на Северо-Сападный фронт в распоряжение военного совета. И первой его должностью на новом месте была должность начальника штаба запасного стрелкового полка. И только 5 ноября он отправляется на фронт в действующую армию командиром 1002-го стрелкового полка 305-й стрелковой дивизии. И вот первый свой боевой опыт он получает именно на этой должности. В марте 1942 года он делает еще один шаг вверх, становится начальником отдела боевой подготовки Волховского фронта. Но вот вдруг, не пробыв в этой должности и одного месяца, он в самом начале апреля 1942 года назначается командиром 12-й мотострелковой бригады. И вот так всю жизнь, прослужив в пехоте, он и попал с бригадой в 11-й танковый корпус, а с корпусом и в 5-ю танковую армию. И вот эти первые три дня операции, в которых участвовала 12-я мотострелковая бригада, были для него настоящим испытанием, если не сказать шоком. И получается сейчас вот на четвертый день боев, причем боев безуспешных, от него ожидали решительных успешных действий, разгрома врага и энергичного продвижения вперед. И похоже на то, что вот к такому повороту в своей судьбе он был не вполне готов. И не вполне оказался на своем месте. Что, собственно говоря, и привело его к конфликту с новым командиром корпуса полковником Мальцевым. После докладов и анализа положения, Мальцеву стало ясно, что бригады опять тянули затяжные бои. Он пытается найти выход из создавшегося положения. Он отдает приказ командирам 59-й и 160-й танковых бригад прекратить лобовые атаки на Ильиновку и все-таки пойти совершать в многокилометровый обход истоков реки с запада. С тем, чтобы все-таки не искать переправы, избавиться от необходимости строить переправу под бомбежкой, а выйти на южный берег в многокилометровый и дальний обход. И встреча Мальцева с комбригами завершилась его категорическим требованием наступать, невзирая ни на какие потери. С тем, вот подчиненные и уехали в свои части. В каком же положении оказался Мальцев? Помним, что срок, данный ему на взятие Землянска, прошел, а бригады все еще оставались на северном берегу Сухой Верейки. И вот эта узкая речка с болотистыми берегами стала препятствием, которое танки никак не могли преодолеть. Выполняя приказания Мальцева, командиры бригад высылают на запад разведгруппы. Но они быстро вывести свои основные части из боя не могут. А ведь надо вывести их из боя, чтобы послать многокилометровый обход. Разведгруппы от 160-й танковой бригады и 12-й мотострелковой возвращаются. Но вот они приносят неутешительные вести. Разведчики сообщают, во врагах западной Малопокровки и юго-восточной голосновки накапливаются танки и мотопехота противника. Но к самим деревням разведчикам из-за сильного обстрела подобраться не удалось. Когда Мальцев узнает об этом, он не верит сообщениям разведчиков. Не поверил он им и приказал выслать повторно туда уже так называемую командирскую разведку. Мальцев спешит выполнить задачу. Ему кажется, что нет там танков. Надо обходить быстрее сухую верейку с запада и развивать наступление. Опять же уходит на это время. Танковые бригады к полудню 10 июля все-таки отходят назад к рощам от Ильиновки, где они были и накануне. Экипажам надо дозаправлять танки, пополнять боеприпасы. И к этому времени возвращается вот эта командирская разведка. И она опровергает донесения прежних разведгрупп. По сообщениям вернувшихся разведчиков, танков там никаких нет. И на предполагаемом маршруте обхода только есть группы пехоты. И разведчики доносят, что под прикрытием автоматчиков немецкие саперы производят в этом районе минирование. И полковник Мальцев оказывается здесь перед трудным выбором. Вот стоит ли ему разворачивать в обход в дальний на запад и пытаться пробиться через минные поля? Или ему стоит пытаться продолжить переправиться в Ильиновке? Проблема ведь еще в чем? А сколько времени уйдет на то, чтобы преодолеть заминированные участки и совершить вот этот многокилометровый обход? В середине дня в штабе корпуса, наконец-то, получают текст грозной директивы ставки от 9 июля. Помним, это директива упрекала командующего в том, что армия не может выполнить свою задачу. И вот теперь упреки, в том числе и ставки, относились уже и к новому командиру 11-го танкового корпуса. От Мальцева ждали результата. Но вот добиться этого результата в первую очередь мешал вот этот рубеж вражеской обороны по Сухой Верейке. И в этих условиях Мальцев отдает приказ, как можно скорее начать выдвижение бригад в западном направлении. Не успел он отдать этот приказ в бригады. Как вдруг он получает донесение от командира 53-й танковой бригады полковника Хантимерова, что 53-я танковая бригада навела переправу через Сухую Верейку в Спасском. А Спаска это восточнее. И уже даже переправляют тяжелые танки на южный берег. Узнав об этом, Мальцев отдает приказ отменить свое предыдущее распоряжение и послать в бригады новый приказ. 160-й и 59-й танковым бригадам развернуться на 180 градусов и следовать в Спаское, где надо перейти им будет на южный берег по переправе 53-й танковой бригады. И бригады теперь разворачивались на восток в прямо противоположную сторону. А теперь, уважаемые друзья, мы перенесемся как бы образно на участок действия 53-й танковой бригады, тяжелой танковой бригады танков КВ. Свои боевые действия бригада начала рано утром 10 июля в восточной Ильиновке. И полковник Хантимеров, командир бригады, имел, в общем-то, такую же боевую задачу, как и другие комбриги – наступать на Землянск. Танки КВ должны были двигаться в голове боевого порядка, но из-за отсутствия переправ не могли перейти на другой берег и поддерживали бой мотопехоты огнем с места. Постепенно в поисках пригодного места для переправы батальоны стали все больше смещаться вдоль Сухой Верейки, но не на запад, а на восток. И вскоре вышли они к деревушке Спаска. Здесь стоит сказать об этой деревушке. Я много раз бывал на местах боев и, в частности, специально приезжал в деревушку Спаска. И мне повезло там найти свидетелей тех боев, старожилов. Я с ними беседовал, записал их воспоминания. Что представляет из себя эта деревушка Спаская? Деревня Спаская делится рекой Сухой Верейкой на две неравные части. Большая часть ее была на левом берегу, то есть на северо-восточном. А на юго-западной части было всего-навсего единственной улицы, буквально из десятка домов. Речка, которая протекает между этими двумя частями, настолько мелкая и узкая, что вблизи ее даже трудно увидеть. И вот когда ты подходишь по этой долине к речке, то кажется, что речки вообще нет, что впереди просто лук, трава. И вот это русло, оно скорее угадывается в этом лугу, чем его можно действительно увидеть из-за зарослей, кусарника, высокими там ивами. Кочки, высокая трава. Однако, эта речка тоже весьма-весьма коварная. И когда даже пешком подходишь к ней, то понимаешь, что по-другому, кроме как по мосткам, к которым ведет тропинка, ее не перейдешь. Я попытался специально слева и справа посмотреть. И слева, и справа я неизбежно выходил к участку, когда ноги начинали, ну, так сказать, уходить в траву, в болото, в воду. И я понимал, что только по мосткам ее можно пересечь. В этой же ситуации оказались тогда наши танкисты 53-й танковой бригады. Конечно, для бойцов МСПБ она не представляла никакого труда. Ну, перебежали они ее вброд. Она совсем мелкая, ну, немножко топкая, но для человека не представляет никакого препятствия. Вот каким же образом 53-й танковой бригаде удалось в то утро переправиться? И вот ответ на этот вопрос я получил, беседуя с местными жителями. Это жители деревни Спаска, братья Быковшины, Алексей и Василий Иванович. Из них Василий Иванович долгие десятилетия, я бы сказал, проработал в местной школе в Малопокровке. Он, к сожалению, ушел из жизни уже. Но воспоминания его я записал. Так вот, они рассказали, что появление немцев с Паском утром 6 июля было совершенно для них неожиданно. Они пережидали бомбежки, сидели там в погребе. И вот на пятый день боев, как они сообщают, появились в деревушке наши танкисты, которые искали, где же и как им можно переправиться. Но в деревне не было ни одной подходящей переправы для транспорта. Был пешеходный мостик. Так вот, наши автоматчики перескочили через реку, выбили немецкие заслоны из юго-западной части деревни. Немцы отошли на высоты. Силы противника были там невелики в тот день. Но огнем с высоты они мешали дальнейшему продвижению. И вот нужно было переправлять обязательно танки, чтобы выбить их окончательно с высоты. И вот тогда, в этой ситуации, там оказался секретарь Голосновского райкома партии по фамилии Зубков. И он под свою ответственность принял решение. Он дал, по сути дела, разрешение разобрать колхозные постройки в деревне Набрёвна. Их называли Рындой тогда. Чтобы помочь танкистам навести переправу. И работу организовал находившийся тогда в Спасском заместитель Зубкова по фамилии Никулин. В военных документах ведь нет всего этого. И вот только беседа со старожилами, с очевидцами помогает нам лучше понять, а как же всё это произошло. Потому что в документах это не отражено было. И решили они проложить через вот эту заболочную пойму бревенчатую гадь из разобранных сараев. И вот Никулин указал танкистам тогда на бревенчатый колхозный ток. И сказал, всё одно пропадёт от немца, так пусть лучше вам поможет. Вот эту фразу они очень хорошо запомнили, мне её потом передали. Наши бойцы начинают разбирать вот эти рыги колхозные, подносить бревна к переправе. Причём даже несмотря на опасности местные жители начинают им помогать в этом деле, таскают эти бревна. Причём обстрел бывает, он не прекращается, они под огнём работают. И около полудня наспех они вот эту гадь сооружают из бревен. И первые наши танки движутся на тот берег реки. Сначала лёгкие, а потом они переправили и даже тяжёлые КВ. И вот эти брёвна гати выдержали. КВ начинают переходить гусеницы, вдавливают их в болотистый грунт. И тем не менее, вода там проступает. Но танки смогли перейти. И вот один за другим на юго-западной окраине Спасского сосредотачиваются 11 танков КВ и 10 танков Т-60. И вот эти танки, 53-я танковая бригада, были первыми вообще во всём 11 танковом корпусе, которые преодолели рубеж реки Сухой Верейки. И для полковника Мальцева вот это донесение о том, что 53-я танковая бригада перешла через Сухую Верейку в Спасском, очень многое значило. То есть, наконец-то переправа была найдена, и можно было переправить там и весь корпус, а не топтаться на месте перед рубежом этой болотистой реки. В это время, примерно в 15.00, начальник штаба 11 танкового корпуса передаёт Мальцева, а Мальцев в боевых порядках, а начальник штаба на связи со штабом и с командующим 5-й танковой армии. Ему передают. Дивизионный комиссар Туманян приказал передать вам следующее. В 11.50 с высоты в 2 километрах южнее Высочкина немецкий танковый полк отводится на Каверье. На месте остаётся только танковая рота. Он приказал наступать самым решительным образом. А в свете дальнейших событий мы скажем, что да, это донесение было совершенно верным. Немецкий танковый полк немцы отводили для противодействия 2-го танкового корпуса, о чём мы поговорим в дальнейшем. И то есть, основные силы его отошли. И получалось из этого сообщения, что перед фронтом 11-го танкового корпуса почти не оставалось танков противника, а только одна пехота. Но, правда, это сообщение пришло с большим опозданием. На 3 с лишним часа день уже клонился к вечеру, и времени на прорыв оставалось всё меньше. Переправа 53-й танковой бригады в Спасском давала возможность воспользоваться ослаблением противника именно на направлении действия 11-го танкового корпуса. И теперь надо было переправлять другие бригады вслед за 53-й. Но до сих пор, вот несмотря на категорическое приказание Мальцева, подполковнику Калашникову, пехота 12-й мотострелковой бригады даже не подошла к району боя у Ильиновки, не говоря уже о том, чтобы там наступать вслед за танками на южном берегу Сухой Вереки. А ведь танкистам очень не хватало пехоты. И в 17.50 Мальцев пишет Лизюкову донесение на бумаге, записка-то сохранилась. Явно комментируя ход боя в выгодном ему свете, Мальцев пишет Лизюкову. На этот раз я их... Дальше он называет матерное слово на букву «Б», которое я не отваживаю здесь, уважаемые слушатели, сказать. Прямо в документах пишут? Да, прямо в документе было написано это слово. На этот раз я их обманул. По радио передал, что обхожу, они мне установили минных полей, а форсировал в Спаска. Бой развивается вполне благополучно. Рванем дальше на юг. Шаповалов заканчивает. Скоро начнет Крупский. Мучительно движется Калашников. В скобочках написал. Его нужно было бы давно убрать. Это минимум. Гоню пехоту десантом. Этот маленький тактический успех нужно развить энергичным движением 340-й дивизии 8-го корпуса. Дальше будут решать тылы. Горючие боеприпасы, особенно для английских танков, о чем мы как раз говорили. Нехватка снарядов. Очень прошу энергично двигать нам снабжение. Нажать на своих тыловиков. Крайне озабочен большими потерями. А. Шаповалов, то есть это 160-я танковая бригада, выступает 20, ну имеется ввиду танков, средних плюс 10 малых. Крупский. 8 плюс 5-6. Хантемиров 8 плюс 12-13. Резерв свой уже ввел. Очень большие потери у Калашникова. В основном, по вине этого, дальше он называет Калашникова тоже очень оскорбительным словом, которое говорит об отсутствии у него как бы мужских достоинств. Очень прошу помочь его к средствам. Хочу доложить, что основные потери были до принятия командования и от авиации. Из танковых бригад Мальцеву приходят донесения, на основании которых он должен информировать штаб и командующего 5-й танковой армии о результатах боя. И к вечеру определенно можно было ему сказать, что бригады ведут упорные бои на южном берегу уже Сухой Верейки. И вот исходя из того, что Мальцев знал, он пишет Лизюкову, продолжая вести бой с танками и сильной ПТО противника южнее Спасской. Введены в бой все танки. На 12-м это стрелковая бригада вследствие преступной халатности и бездействия Калашникова в бой еще не введена. Несем очень большие потери в матчасти и личном составе. Возможно, что его система обороны прорвана, так как подавлено много орудий и танков. И вот скорее всего, именно после этого донесения Мальцев приказал вызвать к себе командира 12-м это стрелковой бригады. И этот вызов не сулил тому ничего хорошего. Вот три месяца и три дня командовал Калашников своей бригадой. Он возглавлял формирование бригады, ее становление, подготовку к предстоящим боям. И вот все это время как бы его командование не отличалось в худшую сторону от других частей 11-го танкового корпуса. И на вопрос о своей прежней службе он мог вполне сказать, что он фронтовик и имеет боевой опыт. Однако вот достижения командования, равно как и его недостатки, они не всегда заметны в тылу, когда часть находится. Они заметны только, когда они ведут боевые действия. В мае 42-го года 11-й танковый корпус вошел в 5-ю танковую армию. И 12-я мотострелковая бригада была с ним передислоцирована и расположена в 20-30 километрах от передовой. Ну, казалось бы, вот мотострелки отрыли окоп и готовились к боям, но это был все-таки еще не фронт. Начались основные боевые действия только с началом операции 5-й танковой армии. И вот только тогда стали видны, видимо, недочеты и недостатки в его командовании. И вообще, в свете нашего предыдущего рассказа его службе дальнейшей, наверное, можно прийти к выводу, что он был не самым лучшим командиром, в том числе вот на своем уровне. Но ни в одном из приказов командующего 11-м танковым корпусом до этого, до периода боев, не было сказано ни слова упреков в адрес командования 12-й мотострелковой бригады. Но, когда начались боевые действия, то все пошло совсем по-другому. Получилось, что стало очевидно, что командир 12-й мотострелковой бригады как следует организовать бой а бригады не может. Ему явно не хватало ни знания, ни опыта, невозможно командирской воли. Но вот эти упреки можно тогда адресовать вообще всем командирам 5-й танковой армии. Вообще без исключения всем. Получается, что да. То есть, ему явно не хватало для этого знаний. Всем не хватало, естественно. Мы же видим, они не могут бой организовать никто практически. Они топчутся около этих вереек каких-то несчастных и так далее. Вот если так смотреть, у них же продвижение там было минимальное все это время. Поэтому как-то... Мне в моем понимании, когда вот люди начинают вот такие вещи выделять, вот тот же Калашникова, тот же Мальцев-Калашникова там. Ну, а что, а перед этим расстреляли начальника оперативного отдела. А он что, плохой был тоже? Раз его расстреляли, значит, он, видимо, плохой был. Однако вот по предыдущим рассказам мы понимаем, что он вроде и неплохой был. И тут, может быть, тоже погорячились, поспешили. Тоже возможно. Ну, вот к тому, с чем столкнулась бригада вот в первые же дни развернувшихся боев, видимо, подполковник Калашников оказался не готов морально. Вот спешка, неожиданное переподчинение, плохо организованное наступление, бомбежки привело к тому, что вот, видимо, это произвело на него такое ошеломляющее впечатление, что он не мог от него никак оправиться. Бригада намертво застряла в боях под Ивановкой, не смогла захватить ее полностью, не смогла перейти в новый район. Калашников сказал, у меня связи нет с батальоном, я не могу командовать. И хуже того, сам Калашников все больше терял управление своими частями и все меньше влиял на ход боя. И боевые действия стали развиваться как бы уже помимо его воли. 8 июля, напомню, был снят с должности на командир 11-го танкового корпуса генерал-майор Попов. И пришедший на его место новый командир полковник Мальцев уже на следующее утро для сведений известил подчиненных ему комбригов о расстреле начальника оперативного отдела. Но вот отдаваемые им один за другим приказы продвигаться вперед, рвать вперед, не могли ни прикрыть войска от бомбежек, ни подавить огонь немецких батарей, и только нетерпеливо гнали их вперед-вперед. Да там самое главное, что не вперед он их гнал. Он то на западах отправлял, то обратно на восток. Тут уже претензий-то к нему больше. Мужчина, ты определись, мы наступаем туда или туда. Это как это самое? Действия в июле, в конце июня, в начале июля 41-го года танковых частей Юго-Западного фронта, когда там они то 500 километров в одну сторону пройдут, то 300 в другую, и после этого как бы, ну, что вы хотите от людей? И вот... До боя, подчеркиваю. До боя. Подполковник Алашников, судя по всему, вот не был в состоянии выполнить эту команду вперед. Он был, увы, наверное, не из числа тех, кто способен творить чудеса, и вот, несмотря ни на какие трудности, добиться выполнения приказа. Он был одним из тех, ну, скажем так, весьма невыдающихся командиров, кто в то лето 42-го года впервые пошел в бой со своим только что сформированным соединением, и сразу же оказался вот в этой труднейшей боевой обстановке. Уже 9 июля, то есть на следующий день после принятия командования, Мальцев предупредил Калашникова об отдаче его под суд в случае невыполнения приказа. Но приказ этот так и не был выполнен. И доклад его наверх о ходе боевых действий Мальцев тогда написал. Калашников трижды отказывался выполнять приказ, заявляя, что он потерял связь с батальонами. И очевидно, что после четырех дней боев Калашников был настолько растерян и вместе с тем зол от того, что происходило вокруг него, что он не стал сдерживаться. И открыто заявил Мальцеву, что у него нет связи с батальонами и он не может выполнить полученный приказ. Вероятно, в этом последнем разговоре с Мальцевом Калашников сказал и о том, что потери бригады огромны, что немецкая авиация творит небе все, что хочет, а своей нет, и бригада вынуждена вести бои без всякой поддержки. И вот их третья за этот день встреча стала последней. Командир 11-го танкового корпуса полковник Мальцев обвинил подполковника Калашникова в трусости и безволии и отстранил его от командования 12-й мотострелковой бригады. Командовать бригадой Мальцев назначил ее начальника штаба. Он размашисто написал на записке на аннобумаге «За преступную бездеятельность, трусость, приведшей к напрасным потерям, командира 12-й МСБР подполковника Калашникова отстраняют должность и предают суду вступить майору-товарищу Таратынову. Задача наступать на Верейко-Землянск. Немедленно вперед!» Вот таким приказом он закончил этот разговор. Бывший командир 12-й мотострелковой бригады, которого Мальцев отдавал теперь под трибунал, он, вероятно, еще не догадывался, какая судьба ему уготована. Но я вот в свете последующих событий думаю, ну, может быть, он уже задумывался об этом. И я склоняюсь к тому, что, вероятно, да, он задумывался, какая судьба ему уготована и что ему в этой ситуации нужно делать. Но вернемся на поле боя. Главные события развернулись в тот день у деревни Спаская. Отправив в корпус донесение о том, что бригада его пересла через речку, командир 53-й танковой бригады, полковник Хантемиров, отдал распоряжение командирам танковых батальонов как можно скорее подготовиться к переходу в наступление с захваченного плацдарма. И вот, используя эту короткую паузу, экипажи готовили танки к бою, а полковник Хантемиров должен был решить, что делать дальше. Задумаемся, в какой ситуации он оказался. Приказ командира 11-го танкового корпуса требовал ему без промедления наступать на Малую Верейку и Землянск. Этот приказ оставался в силе. Но вот до самого последнего момента первостепенной задачей в этом наступлении было преодолеть Сухую Верейку. И получалось, после двух дней вот этих безуспешных боев, казалось, весь успех наступления зависел именно от этого, преодолеть речку. Только бы прорваться на южный берег, переправить танки. И вот танки Хантемирова стояли все уже на южном берегу. Ну, правда, бригада понесла уже потери. И от всего состава было 21 танк. Пожалуй, только сейчас, только в этот момент командир бригады мог полностью сосредоточить свое внимание не на том, как же переправиться через Сухую Верейку, а о том, как вести наступление дальше. По прямой до Землянска ему оставалось пройти всего 14 километров. И вопрос теперь состоял в том, как ему выйти на подступы к городу и по какому маршруту ему продвигаться. Задумаемся. Ну, опять же, я бывал в этих местах. Что открывалось ему, какой обзор ему открывался? Деревня Спасская находится внизу. Обзор на высоту там небольшой, 300-400 метров. И все пропадает дальше за гребнем высоты. А что за гребнем высоты, он знать не мог. Далее. Справа, ну, в помощь командиру бригады, разумеется, была карта. Что мог он увидеть на этой карте? Он мог увидеть, что река Сухая Верейка делает изгиб и уходит на запад. С запада к ней подходит глубокий достаточно овраг. И слева река Сухая Верейка в нее входит другой овраг. И, судя по карте, вот эти, по этим двум штришкам заболоченности, о которых было столько много препятствий, так сказать, в прошлом они имели, он понимал, что, возможно, этот овраг танка непроходимая. Но точно он этого не знал. Всего в километре от Спаскова виднелись первые домики деревушки такой Дмитриевки или, может быть, Дмитриевки. Я прошу прощения у наших внимательных слушателей, если они, так сказать, знают правильное название этой деревушки. И вот там выходил этот овраг. А овраг в своем истоке заканчивался такой кругленькой небольшой рощицы. А потом уже река Сухая Верейка делала новый изгиб к далекой уже там деревне Чибисовка или Чибисовка. Командир бригады понимал, что, видимо, единственным способом не преодолевать овраг, в котором, возможно, есть болотистый ручей, это ему идти в прогал между этими двумя оврагами, между двумя рощицами. В чем еще была трудность? Трудность была в том, что по-хорошему надо было, конечно, отправить разведку и посмотреть, а может быть, этот овраг проходим для танков или нет. Но на это нужно было временно, нужно было организовать этот разведпоиск, а приказ-то у него требовал наступать без остановок. Вот в этой достаточно затруднительной ситуации оказался полковник Хантемиров, когда он принимал решение на этот бой и исходил из карты, из того, что он непосредственно видел перед полем боя. Вот это огромное поле, оно постепенно при подходе к юго-западу, оно сужалось, и вот этот проход между рощами составлял примерно всего километр. И эти условия местности в общем-то диктовали направление атаки. С исходных позиций у Спасского надо двигаться на юго-запад в проход между оврагами, после чего атаковать Нейкандровку с севера. Хуже, конечно, было то, что полковник Хантемиров ничего не знал об обстановке впереди. Не только он не знал толком ничего о том, что представляет из себя противник, но даже действия других бригад он мог только предполагать. Он мало что знал, потому что сообщения из штаба 11-го танкового корпуса были достаточно редкими. 53-я танковая бригада оказалась волею судьбы в авангарде всего 11-го танкового корпуса. Хантемиров знал, что Мальцев направляет и другие бригады на этот плацдарм, но пока ни пехоты 12-й мотострелковой бригады не было там, ни других танков, а других бригад. А все, что было, это вот потрепанный в боях МСПБ, что занял оборону на южной окраине деревни. Да и танки Хантемирова. 11 КВ и 10 Т-60. Вот и все. И возможно Хантемиров конечно напряженно обдумывал, как же лучше ему поступить. Ну вот мы сказали выслать разведку, а к этому временем возможно подошли бы другие бригады корпуса и совместными усилиями они бы атаковали, что конечно же повышало шансы на успех. Но вот давлен над Хантемировым приказ Мальцева, требовавший безостановочного днем и ночью наступления. И подумаем, а вот стоило задержаться Хантемирова в Спасском в ожидании подхода других бригад, а который может быть только к ночи подойдут. А как бы воспринял это новый командир корпуса? Хорошо зная о его жестких методах руководства, а Хантемиров ведь лично присутствовал при разговоре напряженным утром. Хантемиров конечно же имел основание опасаться, что вот задержку 53-й танковой бригады под Спасске Мальцев мог истолковать как попытка оправдать собственное бездействие, нежелание выполнять полученный приказ. Он мог сказать, ну ты же переправился и почему ты прекратил наступление. И ведь он знал все предыдущие события, и к чему это вообще привело. Суть и тон приказов Мальцев в общем-то не оставляли на этот счет никаких сомнений. И хорошо знал Хантемиров и о том, какая напряженная обстановка сложилась в корпусе. Ведь и снят был командующий корпусом, и снят был комиссар корпуса, и начальник оперативного отдела был расстрелян, и все эти приказы были рассчитаны, и утром Мальцев учинил разнос Калашникову, командира 12-й мотострелковой бригады. И вот все сводилось к тому, что провал наступления и вот невыполнение поставленной Мальцевым задачи собственно грозят Калашникову не только отстранением от должности, но и совсем другими для него печальными обстоятельствами. А вот если бригады дальше успеха не добьются, и кто тогда станет виновным? И тогда можно было предположить, что вместо Калашникова виновного окажется уже кто-то другой. Обстановка накалялась, и приказы Мальцева, обязанного в короткий срок навести порядок, в свою очередь собственно жестко подхлестывали подчиненных немедленно вперед. И вот в этих условиях, когда сухая Верейка уже осталась позади, это промедление с наступлением могло Хантимирову дорого обойтись. И поэтому, выполняя полученный приказ, который никто собственно говоря не отменял, Хантимиров не мог после переправы дожидаться в спаском подхода основных сил корпуса. Ну вернее скажем так, не то чтобы не мог, он не решился, он посчитал, что ему надо продолжать наступление, а не ждать этих бригад, которые неизвестны когда подойдут. По сути дела, у него не было другого выбора, кроме как выполняя приказ перейти в наступление немедленно. И получалось, что он переходил в наступление в одиночку только своей бригадой. Во второй половине дня 10 июля танки, 53-й танковые бригады пошли в наступление на Некандровку. Командир и комиссар бригады пошли вперед вместе со своими танковыми батальонами. Но они, видимо, не считали себя в праве послать подчиненных в бой, а самим остаться в деревне и дожидать там донесений. И к тому же командирский КВ и комиссарский КВ они были существенным дополнением к оставшимся в батальонах 19 танкам, из которых только 9 были тяжелыми. То есть, они не могли оставить эти два танка в тылу, а остальные послать в бой. Они сами пошли впереди своих танкистов. И, видимо, полковник Антемиров также посчитал, что только находясь в боевых порядках своих танкистов, он, собственно, сможет по-настоящему управлять боем, бригада добьется успеха. И, рассредоточившись на этом огромном поле, на юго-западной окраине деревни Спасково, вот эти 21 наш танк пошли в бой, стали подниматься на высоту, вскоре скрылись из виду за гребнем этой высоты. И затем впереди разгорелся бой, который продолжался до самого вечера. С каким же противником столкнулись танки 53-й танковой бригады? Здесь произошли изменения. С утра 10 июля на фронте под Сухой Верейки от Лебяжьего до Голосновки передовые части 340-й немецкой пехотной дивизии начали сменять измотанную боями 11-ю танковую дивизию и частично 9-ю. Отход их подразделения от Сухой Верейки под Спаском вызывал необходимость определить новый оборонительный рубеж. Где же 340-я пехотная дивизия должна сделать этот новый оборонительный рубеж, раз рубеж под Сухой Верейки был утерян. И, опять же, собственно говоря, при взгляде на карту расположение этого рубежа становилось совершенно очевидным. Два глубоких непроходимых для танков Оврага они упирались в дугу Сухой Верейки и образовали такой, но огромный как бы многокилометровый мешок с узким выходом из него в сторону Некандровки. И вот именно здесь немецкое командование и сосредоточило основные противотанковые средства, которые занявшего оборону от Малопокровки до Высочкина 695-го пехотного полка. Выгодность вот этой оборонительной позиции позволяла не только прикрыть собственно единственный доступный для танков проход, но и расположить свои противотанковые средства таким образом, что наступающие танки оказывались под перекрестным обстрелом во фланг. И вот именно на этой позиции стали окапываться немецкие пехотинцы, только что подошедшие с противотанковыми средствами. После переправы наших танков с Паском противник отошел от рубежа Сухой Верейки между Чибисовкой деревушкой и Федоровкой, но вот укрепился он именно в узком проходе между рощами. И вот здесь именно и развернулся бой 53-й танковой бригады. Сначала танки бригады продвигались вперед на высоту не встречая существенного сопротивления. Автоматчики разбегались. Но при выходе за гребень высоты невидимые прежде немецкие противотанковые средства открыли по ним огонь. И мы об этом уже тоже как-то говорили. Немцы часто делали так, что располагали свои противотанковые средства на обратных скатах высот, невидимых наступающих. КВТ-60-53 танковая бригада столкнулись в районе узкого прохода с организованной противотанковой обороной противника. Не имея поддержки пехоты, потому что МСПБ собственно был уже сильно понес большие потери, и к тому же он был отсечен огнем еще на подходе к гребню высоты, и вот не имея возможности использовать пехоту, и не имея возможности собственно говоря обойти вот этот обнаруженный противотанковый район из-за глубоких танко недоступных оврагов. Не тем более прекратить наступление и ждать подхода других бригад. Командир бригады полковник Антимиров во главе своих танковых батальонов сам пошел в лобовую атаку на немецкую противотанковую оборону. И вот на ржаном поле в этом районе вспыхнул ожесточенный бой. Часть танков прорвалась вперед через этот проход, другие танки продолжали бой на поле, КВ неоднократно возвращались назад, чтобы подтянуть другие оставшиеся танки Т-60, и все это было под огнем со всех сторон. И вот как я написал, на Искромсеном гусеницами и воронками ржаном поле среди раздавленных разбитых вражеских орудий стали подниматься в небо и черные столбы дыма отгоревших танков бригадов. К сожалению, детали и подробности того боя неизвестны, но ожесточение его было таково, что вот начальник политотдела 53-й танковой бригады, основываясь на рассказах танкистов, написал в своем политдонесении, что прорвано две линии вражеской обороны и подавлено 130 немецких орудий. И командир 11-го танкового корпуса немедленно передал это сообщение в штаб 5-й танков армии. Однако в штабе армии отнеслись к этому донесению несколько скептически. Начальник штаба написал, что цифра в 130 орудий вызывает сомнения. Ну, разумеется, столько такого количества орудий во всей 340-й дивизии и не было, а она занимала 12-километровый фронт обороны. Сколько на самом деле было подавлено или разбито этих противотанковых противотанковый дивизион 340-й пехотной дивизии за весь день боя потерял 6 50-миллиметровых противотанковых орудий как от действий советских танков, так, как там написано, и в результате ударов своей собственной авиации. То есть, мы можем предположить, что и немцы допускали удары по своим, и, видимо, там настолько было ожесточенное противостояние, танки сошлись с немецкой противотанковой обороной, с тем, что так близко, что вот эти бомбы немецкие в том числе и уничтожили часть орудий, ну и какую-то часть противотанковых орудий наши танки сумели раздавить, там разбить. В результате вот этого боя оставшиеся целыми танки, они прорвались через немецкую оборону. Но вот этот прорыв не привел к общему успеху бригады, потому что занятый район танками нечем было закреплять, пехота так и не подошла. А что произошло с танками? Кончалось горючее, кончались боеприпасы. Они вынуждены были повернуть назад. К месту сбора, как написано в документах у северной опушки рощи, из 21 танка бригады пришли только 4 КВ. В журнале боевых действий 11-го танкового корпуса было написано 8 КВ было сожжено и подбито, остальные танки из-за отсутствия боеприпасов прекратили наступать. И вот оставшись без какого-либо прикрытия от подбиравшихся по ржи автоматчиков, экипажи танковые вынуждены были отвезти свои машины назад к Спасскому. Наступление бригады на землян таким образом захлебнулось. Из донесений вернувшихся экипажей выходило, что на поле боя остались сгоревшими 4 КВ и 4 Т-60. Здесь, правда, в документах не все цифры бьются между собой. Они как бы противоречат. Остальные танки на тот момент пропали без вести вместе с экипажами. И командир бригады полковник Хантемиров, который лично возглавил атаку по прорыву немецкой обороны, он погиб, он сгорел в танке. Комиссар бригады, старший батальонный комиссар Горбач пропал без вести. И вот в такой ситуации оказалась 53-я танковая бригада к исходу дня 10 июля. И вот только после окончания боя стало известно, что комиссар Горбач раненым вышел в расположение наших танков на высоте Успаскова. Он потом уже после боя прополз по этому полю. И он сообщил, что в бою его КВ был подожжен, сам он был ранен, он правда успел выскочить из танка и вот спасаясь от немецких автоматчиков прополз назад. Так закончился бой 10 июля. А что же происходило в это время с 59-й и 160-ми танковыми бригадами? Они переправились через сухую Верейку по переправе 53-й танковой бригады после уже 6 часов вечера и вышли на эту самую высоту юго-западе. Там они вступили в бой уже с немецкой противотанковой обороной, пытаясь развить наступление, но встретили организованное уже сопротивление на подступах рощи и проходы вот между этими оврагами. И к тому времени, к сожалению, оставшиеся целыми танки 53-й танковой бригады уже из боя вышли. И получился это не единый одновременный удар всеми тремя бригадами, а получилось так, что сначала пошла в лобовую атаку 53-я танковая бригада, а когда уже ее оставшиеся целыми танки вышли из боя, только подошли 160-й и 59-я танковые бригады. Вечером бригады, которые сосредоточились на плацдарме у Спасского, они остановились на высоте и заняли там круговую оборону. Части 12-й мотострелковой бригады были подтянуты в район боев только к часу ночи, только там они оказались вот на этом самом плацдарме. И вечером 10-го июля командир 11-го танкового корпуса вместо сообщения о взятии Землянска мог донести в штаб 5-й танковой армии только о том, что основные силы корпуса после ожесточенных боев преодолели сухую вирейку. И с рассветом корпус должен был начать наступление на землянскую уже захваченную плацдарму. И, как я написал в книге, благодаря самоотверженным и героическим действиям танкистов 53-й танковой бригады во главе с командиром бригады полковником Хантемиром и комиссаром Горбач в бою юго-западнее Спасского 11-й танковый корпус закрепился на южном берегу реки. Ну, а цена этого успеха была высока. 10 июля 53-я танковая бригада была просто обескровлена. После четырех дней боев во всем 11-м танковом корпусе осталось только 30 боеспособных тяжелых и средних танков. Вот на этом завершился бой 10 июля для 11-го танкового корпуса. Ну, честно говоря, очень много времени уделили подполковнику Калашникову, да, меньше полковнику Мальцеву, еще меньше тому, почему так безобразно организовывалось взаимодействие между корпусами в армии. Вот, а так, если посмотреть, полковник Мальцев не выполняет распоряжение командарма Лизюкова. Действует он совершенно по-другому, не так, как ему указали в распорядительных документах. Тот же подполковник Калашников мог эти документы знать, они могли в копиях ему дойти. То, что он, в отличие от других командиров, не промолчал, а высказал это все в лицо полковнику Мальцеву, это говорит о нем, о том, что он был довольно честный человек и откровенный. И, видя, как игнорируя распоряжение командарма Комкор, только что назначенный, то есть, сам без году неделя, и непонятно, его может завтра выкинуть тоже с этой должности, отправят стрелком в штрафной батальон, берет и собирает все соединения корпуса в одну дырку на одном маленьком плацдарме, бросая правый фланг корпуса, где там, очевидно, нет никакой связи с 340-й стрелковой дивизией, она, видимо, только должна туда подойти, оставить там один батальон, который тем более потрепанный, но это подкрыть полностью фланг, правый фланг корпуса под удар противника. Так что подполковник Калашников с его точки зрения имел вполне себе здравую позицию, и то, что он, понятно, может быть, он там не мотивировал это тем, что он просто не может вывести сейчас батальон из боя, вот прямо сейчас в данный момент, да, и как бы надо как-то с умом это делать, это говорит о том, что он далеко не дурак был, и так как он действовал, явно он был порядочный в своей точке зрения человек. Мы же видим, что и 59-й и 160-й танковая бригада потерял, это не меньше. Сколько у них осталось из 88 Матильд? 20? На тот момент. Потеряли они не меньше, чем мотострелки, а может быть, даже и больше. Честь и слава, конечно, полковнику Хатунцев, по-моему, Хантимиров, да, извиняюсь, возглавить, конечно, атаку бригады в такой ситуации погиб он как герой, но с другой стороны тоже. Может быть, не стоило ему в лобовую атаку лично идти? Лично идти, вообще, мы здесь вступаем на весьма скользкую тропинку обсуждения действия командования в плане субординации, в плане выполнения приказов, в плане того, можно ли было, так сказать, Калашникову спорить с командующим вышестоящим, или как ему было поступить. Тут, конечно, разговор может идти очень долго о том, кто был прав, кто виноват, пусть наши зрители, так сказать, выскажут свое мнение, но вот в этой ситуации все нарушали приказы, получается, да. Мальцев нарушил приказ прямо перед своими подчиненными, ему подчиненные вполне могли как бы возродить, сказать, ну, мы же имеем другой приказ, наступать, обходить с запада группировку противника. Но он сказал, я вот отменяю этот приказ, я бросаю. Я отменяю, молодец. Тут только что одного отправили в отставку, другого расстреляли, а ты тут нам команды такие даешь. Красавчик, с одной стороны, а с другой стороны, мы же видим, что в этот же момент части седьмого корпуса пробились гораздо южнее, и в районе высоты 217, а там расстояние не такое большое, если посмотреть по карте. Ну, получается, они друг другу не помогли, и каждый в одиночку сражался. Я уже сказал о том, что тут вопрос стоит, понятно, что мы видим, что на всех этапах взаимодействия внутри бригад плохо отлажено, видим, что МСПБ и танковые батальоны зачастую вместе не действуют. Между бригадами корпусов мы видим, что как налажено плохо взаимодействие, и мы видим, что и между корпусами налажено плохо взаимодействие, потому что та же 3-я гвардейская танковая бригада при, так сказать, вдумчивом руководстве со стороны родственного острова могла помочь 19-й бригаде и пробиться еще дальше через уже большую вирейку, попробовать форсировать ее и взять малую вирейку. А при этом тот же Лизюков мог при определенном тоже сечении обстоятельств потребовать от командования 7-го корпуса довернуть, например, в сторону смежного фланга с 11-м корпусом и попытаться хотя бы с ними сомкнуться. Это же сильно бы помогло, потому что немцы получили удар в тыл вообще, даже не во фланг, а в тыл. Вот эти противотанкисты немецкие, которые расстреливали КВ из 53-й бригады. Так что тут... Но Лизякову часто для этого нужно было это знать обстановка. Он все получал с большим запозданием эти донесения и отдавал приказы соответственно запоздания. Про то, что уже проговорили. Проблема со связью, проблема с разведкой. Естественно, командующий слишком поздно узнает, так сказать, получает информацию и просто медленно гораздо реагирует, чем надо на это реагировать. А ниже стоящие командиры просто не могут между собой наладить взаимодействие порой. Им как-то сложно между собой договориться. Это, конечно, печально. Потому что в этот день, конечно, была вполне здравая возможность, пользуясь вот этой сменой немецких войск, прорваться в этот момент. На пятый день боев погиб и командир 87-й танковой бригады уже и погиб в этом бою 10 июля командир 53-й танковой бригады. Но успеха пока нет, несмотря на их героическую... Причем к личному мужеству. К личному мужеству. Нет, вообще. И комиссар Горбач пошел в бой в своем танке, сражался со своими танкистами. Я думаю, что надо было бы, если и Мальцев бы пошел в танковую атаку, там, я не знаю, и Ротмистров бы пошел в атаку. Ну, тут, как говорится, другое. Тут другое. Именно потому, что они не смогли это все довести до какого-то логичного между собой взаимодействия. Оно, в общем-то, не сыграло здесь во многом. Потому что, да, понятно, есть проблемы с разведкой, есть проблемы с радиосвязью, но хотя бы вот такое взаимодействие, когда у них КП рядом стоят, и они не могут друг с другом договориться. А вышестоящий командир тоже не делает усилий, чтобы это все связать в какую-то... Только вот политработники провели беседы и заставили договариваться. Провели беседы и им тоже сказали, знаете, вы со своими беседами идите лесом, у нас тут война. Потом поговорим. Спасибо огромное. Как всегда, очень интересно и подробно. Друзья, спасибо большое, особенно тем из вас, кто поддерживает нас на платформе спонсор. Только благодаря вам выходят наши ролики. До свидания, до новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok